Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Пётр Завьялов. Далее в выпуске. В Школьные новоселье в День знаний и где поставили рекорд по количеству первых классов. В Республике начался новый учебный год. Пенсионеры Республики получат единовременную выплату. Пенсионный фонд назвал точные сроки. И в Ижевске открылся новый пункт вакцинации, где еще теперь можно будет поставить прививку от ковида. 2022-й в Удмуртии станет годом образования. Об этом сегодня на торжественной школьной линейке в поселке Икес сообщил глава Республики. Там сегодня открылась новая школа. Новоселье отметили и в Вовожском районе. Осмотреть готовность нового образовательного учреждения Александр Боричалов заехал накануне. Елена Буховская расскажет. Это наш новый кабинет технологии, в котором есть новые машины швейные, пришли новые спецмашины, оверлок и вышивальная машина. А еще отдельная примерочная манекен и класс технологий для девочек теперь как мини-ателье. Учитель Надежда Сорокина пока нет школьников, проверяет оборудование. Скоро здесь появятся плиты и другая бытовая техника для уроков домоводства. Этот кабинет предназначен для девочек, а для мальчиков у нас также оборудован кабинет-мастерская. В том кабинете стоят станки, деревообрабатывающие, металлообрабатывающие, верстаки. О таком оборудовании раньше только мечтали, вспоминают педагоги, впрочем, как и о новой школе. Пять лет назад старое здание признали аварийным, а школа переехала в местный дом культуры. Столовая, спортзал, кабинеты технологии разделились по отдельным помещениям. Теперь все под одной крышей. Новое здание построили на средства из резервного фонда правительства страны. Проект начал зарождаться еще в 2014 году, и вот с 2014 года мы ждали. Деньги выделены по распоряжению президента из резервного фонда правительства. 237 миллионов рублей, куда входит полностью оборудование школы. Все необходимое для учебного процесса. Вы видели, школа упакована достаточно хорошо. Сейчас будет здесь обучаться 163 ребенка. Будем мы обучаться в одну смену. До этого учились две смены. Это только жители Большеволкова или нет? Нет. Обучаются учащиеся из трех деревень. Из двух деревень осуществляется подвоз на школьном автобусе. А еще в новой школе будет и агрокласс. На днях должны поступить гидропонные установки, инкубатор, цифровые микроскопы, аквариум. Шефство над большеволковскими школьниками возьмут Увинский профессиональный колледж и региональный образовательный центр. Получилось очень здорово, потому что у нас два объекта рядом. Это детский сад на 50, по-моему, месте, на 160 мест школа. По наполнению оборудования, значит, контент-класса в каворкинг-зоне, ну, это один из лучших объектов, который я вообще видел у нас в Ульбуртии, если брать небольшие школы. К тому же сделан был стадион, спортивные площадки для игровых видов спорта. Поэтому, да, очень приятно, что мы все-таки смогли вот такой сложный объект и сложный вопрос решить. Меньше чем за год ее построили. И вот когда такие объекты очень быстро появляются, начинаешь волноваться о том, что точно ли не подгоняли под сроки, точно ли там все успели. Ну вот мы прошли, посмотрели. И действительно, ну, только удивление и радость, что сейчас дети будут учиться в такой современной школе. Всего в этом учебном году в Ульбуртии вместе с Большеволковской откроются еще три новые школы, а в следующем еще четыре в Ижевске, Воткинске и Завьяловском районе. Елена Абуховская, Василий Хохряков. Новости. В новую школу сегодня пошли и ученики начальных классов в Силтах. До этого начальная школа занимала приспособленное здание. Оно старое, находилось на удаленном расстоянии от основного корпуса, так что на школьные обеды детям приходилось ходить несколько сотен метров через оживленную дорогу. Новое здание построили рядом с основным корпусом. Оно просторное, так что теперь дети будут учиться в первую смену, а во вторую половину дня для них здесь будет работать группа продленного дня. Школа получила и современное учебное оборудование. Здесь самые современные оборудования, все, что касается интерактивного формата обучения для ребят, все, что касается безопасности их пребывания в этом здании, здесь на самом высоком уровне. В школе активно развивают и инклюзивное образование. Здесь учится порядка сорока детей с ограничениями по здоровью. В прошлом педагоги выигрывали грант на создание условий для обучения таких детей. В этом году они снова планируют подать заявку. В Ижевске поставили рекорд по количеству первых классов. В 74-й школе в новом учебном году их будет 16. В этом году у школы появился новый корпус. Его построили в одном из молодых и быстро развивающихся микрорайонов Ижевска. С открытия репортаж Александра Демидова. Этот день знаний для жителей улицы Ильфата Закирова особенный. По соседству открылась долгожданная школа. Ее в молодежном микрорайоне очень ждали, рассказывает Екатерина Елганова. Сына первоклассника сегодня привела на линейку. Идти недолго. Школа под боком. Мы живем в районе Ильфата Закирова. То есть это наш микрорайон. Далеко ходить не надо? Да, мы ходили сначала в наш садик Ильфата Закирова. И теперь счастливы, что не надо переходить дороги. Какие-то крупные, что сделаны пешеходные дорожки к школе, пешеходные переходы. Новое здание – это второй корпус Ижевской 74-й школы. Построено за полтора года по нацпроекту образования. Учиться здесь будут почти 800 школьников. Новая современная школа. Классы оборудованы по последнему технике. То есть 3D-принтеры тут есть, плазмы висят. Мягкие диванчики, удобные парты, стулья. Современная мебель, она вся мобильная, она вся модульная. Это позволяет и детям, и учителям организовать работу, где фронтальную, где групповую, где парную. И сделать все это очень быстро, мобильно. Что позволит детям, с одной стороны, не быть закомплексованными и зажатыми в рамках только затылочной и однорядной партной системы. А с другой стороны, самая коллаборация, о которой сегодня говорим, и о командной работе. Она здесь полностью может быть реализована. Строительство школы обошлось в 600 миллионов рублей. Здесь будут инженерные, медицинские и гуманитарные классы. Все помещения оборудованы видеокамерами. Школа уже поставила республиканский рекорд. Самое большое, наверное, в городе, это тоже рекорд, количество первоклашек. В этом году 74-я школа приняла 16 первых классов. Это самое большое в республике и в Ижевске. Эта школа с точки зрения планировки, архитектурного решения, месторасположения даже здесь, в Первомайском районе, на Эльфата-Закирово, она, наверное, уникальна. А уж с точки зрения современного оборудования, современных технологий, я считаю, что одна из передовых точно. Всего за парты в Ижевске сегодня сели 79 тысяч школьников. Александр Демидов, Юрий Егоров. Новости. Впервые в столице республики в этом учебном году открылись морские классы. Такой профиль выбрали в 100-й и 76-й школах. У учеников будет возможность проходить и практические занятия на воде. В этом деле поможет городской клуб «Дельфин». Они будут получать возможность наглядно пощупать морское дело еще и на воде. Ялы, яхты, все, что есть в распоряжении морского клуба «Дельфин», все будет для этих ребятишек. Потому что моряк без воды – это не должно такого быть. А у нас есть потрясающий водоем и есть потрясающая инфраструктура. Она будет усиливаться с каждым годом. Всего в новом учебном году профильные классы будут открыты более чем в 20 школах. Это медицинские, агроклассы, предпринимательские, авиационные, правовые и даже бьюти-направления. Больше стало и кадетских классов. На сегодня в них обучаются почти 5000 учеников. Сегодня, 1 сентября, стартует новый проект по поддержке подростков и молодежи – «Пушкинская карта». Она позволит молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и выставки. Ее номинал в этом году составит 3000 рублей. Потратить их можно будет до 31 декабря. В новом году карту пополнят на 5000 рублей. В республике к проекту уже подключились более 20 учреждений культуры. В Фудмуртской республике на сегодняшний день заявились все театры, филармония, все музеи. Сегодня мы ВКС проводим с районными управлениями и отделами. Мы настаиваем, что в каждом районе тоже был механизм, потому что платных мероприятий достаточно проводится в республике. Оформить «Пушкинскую карту» можно на портале госуслуг и в мобильном приложении госуслуги «Культура». Напомню, «Пушкинская карта» – это инициатива президента страны Владимира Путина. Она была озвучена во время ежегодной прямой линии. В районах республики прививки от ковида теперь стали ставить и в сельских медпунктах. А в Ижевске сегодня открылся дополнительный пункт вакцинации. Он будет работать в помещении. Пункт на центральной площади из-за погоды уже сократил на один час график работы. Теперь здесь принимают до восьми вечера. А медики готовятся к новой кампании. В республику поступила вакцина от гриппа. Обо всем по порядку и подробно расскажет Светлана Буланова. Своего фельдшера Альфтину Данилову в Ильинском очень уважают. К ней можно обратиться сразу, если заболеешь. А теперь здесь же в своем ФАПе селяне могут поставить и прививку от ковид. Раз в неделю в село привозят необходимое количество вакцины. Делаем заявку в ЦРБ, сколько нам доз надо. И затем нам привозят из районной больницы вакцину. Обычно прививаются пожилые привиты у нас. Хорошо привились сотрудники школы, детского сада. И сейчас начинают прививаться студенты. В Ильинском ФАПе вакцинировали уже треть жителей села. А здесь, на центральной площади Ижевска, за два месяца работы пункта. Прививки поставили почти 40 тысячам человек. Открылся он в конце июня, но в конце сентября его придется закрыть. На улице холодает. Теперь прививочные пункты будут работать в закрытых помещениях. Первый уже открылся. В Ижевске сегодня открылся новый пункт, где можно получить вакцину от коронавирусной инфекции. Находится он в самом центре Ижевска. На Горького, 64. Пункт вакцинации расположился в офисе одной из страховых компаний. Пациентов принимают по электронной очереди. Татьяна Петрова пришла одной из первых по пути на работу. Потому что большая заболеваемость идет. Я переживаю за себя, за своих родителей, за своих родственников. Я считаю, что это нужно делать. У нас здесь есть холодильник. В холодильнике морозильная камера. Вот она. Вот для хранения вакцины. Раз мы сегодня, первый день, мы приехали со своим переносным холодильником. Сейчас в новом пункте есть все три вакцины. Какую ставить, врач решает по показаниям. У Оксаны Мельниковой пациентов пока немного. Но это, говорит, дело времени. Пункт новый, и он только начал работать. Чем больше центров, тем меньше очереди. Потому что на площади, если вот видели, с утра идешь, там такие огромные очереди. Летом я даже телефон заснимала, показать. Представляете, сколько народу хочет вакцинироваться. Будут ли открывать дополнительные пункты вакцинации от ковид и где, решать будут по ситуации, объясняют представители Минздрава. Нагрузка на прививочные бригады возрастает. В республике начинается еще и прививочная кампания от гриппа. Грипп не менее тяжелое заболевание, хотя, может быть, не с таким массовым поражением. Но, тем не менее, присоединение гриппа у пациента с коронавирусной инфекцией, оно может быть просто фатально. Поэтому каждый сейчас должен для себя определить, когда и от чего он привьется. То есть, в первую очередь, если сейчас у нас с вами есть вакцины от коронавирусной инфекции, допустим, для взрослого населения, значит, в приоритете коронавирусной инфекции через месяц мы приходим на вакцинацию от гриппа. Прививочная кампания от гриппа в Удмуртии начинается со 2 сентября. Республика уже получила препараты для детей и будущих мам. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости. Завтра, 2 сентября, пенсионеры Удмуртии начнут получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении пенсионного фонда. Указ об их начислении подписал президент России Владимир Путин. Всего выплаты получат примерно 460 тысяч жителей нашей республики. Доставка выплат будет осуществляться в том же порядке, что и пенсии, через выбранный пенсионером банк или почту. Зачисление суммы единовременной выплаты по указу президента в размере 10 тысяч рублей в кредитных организациях будет произведено 2 сентября через отделение почтовой связи, будет осуществляться одновременно с пенсией с 3 сентября. В пенсионном фонде также напомнили, из единовременных выплат не могут быть произведены никакие списания по долгам. Наш выпуск подошел к концу. Хороших новостей и будьте здоровы!